Добрый день! Добрый вечер! Привет. Я приготовил заранее, как мы договорились. Эта картина недавно была летом на выставке Международный институт иностранных отношений, в ГИМО. Там было три дня выставки, и мне друзья отвезли все туда картины, и там была выставка, очень интересная, всем понравилась. Вот эта картина, необыкновенная, называется «Райское дерево планеты Идея». Ага. Планета, вот, видишь, кружочек, а видишь, вот здесь вот что, видишь, что-то видишь, нет? Да. А что? Что? Какой-то человечек. Да, видишь, тут ползет по планетке. Да. Девочка, видишь, у нее желтенькие волосики такие. Видишь, она вот туда ползет? Да. Это называется «Райское дерево планеты Идея». Идея. Идея. Свои неожиданные вопросы. Приготовил неожиданные вопросы? Да. А вот из первых вопросов, которые хотел задать, для чего человеку нужен сон. Сон? Да. Ты имеешь в виду обычный сон? Да. Или можно что-то еще, сон для заказа, для озарения. Как ты, елки мои, ну ты хороший вопрос задал. Молодец. 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 Хорошо. Сон, как мы знаем, человек в этот момент, когда он спит, у него отключается произвольная деятельность. То есть он перестает реагировать на все возникающие где-то сигналы, перестает реагировать, отключается от всего постороннего воздействия. Вот. Когда он заснул, вот у него отключилась производная деятельность и включается совершенно другой режим. Этот режим, там есть такая еще фаза, называется быстрый сон. А есть фаза медленный сон. Медленный сон, это чисто биохимия, там восстанавливаются клетки мозга, это чисто восстановительный процесс. А самый высокий уровень, это быстрый сон. Это когда за несколько минут, в этот момент, когда прибор замечает, знаешь, что у него веки подергиваются и так далее, и так далее, человек видит какие-то сновидения в условиях, как я сказал, отключенной произвольной деятельности. То есть мозг обрабатывает информацию на бешеной скорости. Информацию обрабатывает в свободном режиме. То есть, когда нету вот этой произвольной деятельности, нет реакции на какие-то другие сигналы. То есть он находится в автономном состоянии, в таком защищенном состоянии. Вот для чего человек у сон. Чтобы быть максимально защищенным от всех воздействий, от всех реакций, чтобы там, в этой фазе быстрого сна, шла мгновенная обработка всей информации, всех впечатлений, всех ассоциаций. Там совсем такой режим особенный. Обработка информации на бешеных скоростях. Это скорости просто, знаешь, как там за минуту можно увидеть всю свою жизнь. Правильно? То есть это совершенно другой режим обработки информации. И там, как говорил Павлов, или кто-то говорил еще из великих физиологов, происходит необыкновенное соединение обыкновенных впечатлений. Но вот за счет этого происходит разгрузка от всего накопившееся. Происходит разгрузка, выделение главного. Выделение главного, над чем человек переживал, над чем он думал и так далее. То есть это скорость обработки информации на бешено высоких скоростях, которые недоступны в обычном состоянии. Ну вот я тебе хочу сказать, для чего человеку нужен сон. Для восстановления биологического и психофизиологического. Вот эта обработка информации произошла. Разгрузка и выстраивание жизни. И поэтому утро вечера мудренее, с больной головой иногда покоя нет. А ты выспался и тебе все уже по-другому. Ты видишь, да? Вот почему это все происходит. Но я тебе хочу сказать теперь твой второй вопрос. Озарение по заказу. Как это делать? Да. А как оно делается? Даже в школе Homo Futurus учат именно этому. Да. Как открывать, как инсайты делать по заказу. Да. Там во сне идет быстрая обработка информации в свободном режиме, независимо ни от чего. спонтанная обработка информации на бешеных скоростях. А озарение по заказу, это по заказу, а не спонтанное. То есть там спонтанно, а здесь сознательно. А как это сделать? Вот спонтанно. А ты выбираешь тот же режим, ты тот же режим вызываешь. Глаза тоже подмикиваешь, да? Только заданием своим, с помощью ключа. Да, да, да. Вот ты сейчас. Вот это вот, когда ты в транс входишь. А какие вопросы я должен задавать? Состояние между сном и бодрствием. Вот это состояние между сном и бодрствием. И ты попадаешь туда, именно в тот режим, где бешено идет обработка информации. А какой вопрос задаю себе? Ну, задай любой вопрос, над которым ты мучаешься, который тебя волнует. Ну, тебя как что, ты же там миллиардером хочешь быть, где деньги взять, где деньги взять, да? Или как школа, русский. Или как школа более миллиона подписчиков. А, как сделать более миллиона подписчиков? Да, вашу школу. Ну, давай сразу делай, вот так, моргай, 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 моргай. Отпусти моргания, отпускай моргания, задавайся этим вопросом. Моргай, моргай, моргай. А потом сейчас так вот сиди вот так, тупи вот так, как будто на уроке девочка задумалась. Да, задумалась. Состояние задумчивости. Да. Да. И там сейчас наступает состояние близкое к тому, что у тебе бывает международное бодрствование. И там у тебя наступает состояние, и ты сейчас что делаешь? Зеву молоку. Зеву молоку. Я зеву молоку прямо в это состоянии. Сонечки, когда Сонечки была маленькая. Сонечки. Послушай, я что тебе хочу сказать. Ты можешь программировать сон, чтобы во сне у тебя были озарения по заказу. То есть ты, когда пользуешься ключом, ты можешь поморгать, выйти на состояние международного бодрствования и там загадать себе, что во сне тебе придут решения на те или иные вопросы. Потому что, когда ты вот так поморгал-поморгал, прикрыл глаза, и как-то у тебя произошло опустошение, освобождение от всего постороннего, и ты уже ближе к тому, к той фазе близкого быстрого сна. А теперь ты туда задашь задание. Да. И там будет происходить во сне у тебя, когда ты будешь ночью спать, на бешеных скоростях поиск решений. То есть, таким образом, ключ можно использовать для того, чтобы программировать свой сон и получать после сна ответы. Да. Можно получать ответы не только через сон. Ты увидишь, как это делать. Ну, давай еще раз посмотрим. Да. А сейчас что? А сейчас как? Тебе понравилось то, что я тебе сказал или нет? Вообще интересно. А я думаю, что ты даже ничего не услышал, потому что ты в этот момент был в трассе в таком, да? Да. Интересно было. Необыкновенно. Я не знал даже, что глаза надо так моргать. Да? Да. Дело в том, что когда человек в транс входит, у него глаза вот так дергаются. И когда он засыпает, у него тоже так происходит. И когда он в фазе быстрого сна находится, у него тоже так будет. то есть это момент трепетание вверх, переходное состояние между обычным бодрствованием, между трансом, между бодрствованием и сном. это когда переход происходит, частота движения увеличивается, спонтанность их увеличивается. Это переход. Вот переход. Теперь все будут знать, что в переходе происходит. ускорение действий, ускорение действий, повышение частот. Да. И одно это и видно, что веки начинают репетать. Да. Интересно. Интересно все. Ну все, значит. Ну ты завтра массу сделаешь озарение по заказу теперь. А я сегодня сделаю. Сегодня сделаю? Да, я сегодня сделаю. Ну ты поделишься потом с нами, ладно? Конечно. Да, всем участникам школы привет. Привет от нас. Да. Тебе будет интересно новые идеи. Все как делать. Хорошо. А картина тебе нравится все ли? Да. А вот ее цена какая? Слушай, лучше не говори. Лучше я тебе подарю. Лично нарисую тебе картину. Живую картину тебе нарисуют. А это очень дорогие вещи. Лучше я даже не говорю. Ну конечно. А где ее можно посмотреть? Они же меня как дети, понимаешь? Ну как я... В описании, да? Можут? Ну конечно. Ну как можно? Взять своего ребенка продать. Это настолько... Вот некоторые картины я там на международном альбоме поставил. Ссылку дай, пусть смотрят, покупают, кто хочет, пожалуйста. Есть вещи, которые я никому не отдам. А тебе лично я подарю, я тебе нарисую. Давай. Я друзьям некоторым рисую и дарю. Да. Редким друзьям, да. Давай. Благодарю. Все. Спасибо вам огромное. До встречи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова